Всем привет! Всем здравствуйте! Все 739 человек, которые пришли сегодня на эту встречу, Кустанай рулит. Это для видео просто, вы же понимаете. Мы же не будем показывать всех троих, кто здесь сидит. Сегодня мы будем говорить, если вчера мы говорили о банном парении и о рейтинге банного союза, выступали, парились, мерились вениками друг с другом и так далее. То есть сегодня мы будем говорить о том, как на банном парении зарабатывать, как зарабатывать так, чтобы не остаться до конца жизни пармастером, что я категорически не приветствую, потому что за последние, ну скажем так, 5-6 лет, вот обозримого прошлого, ушло 5-6 пармастеров в разных местах, двое в Казахстане, одному было, по-моему, 50, другому 53, и они до последнего момента парили. То есть они вот работали до последнего момента. Конечно, они умерли не в бане, это не саунный спорт, когда-то перегрелся и упал. Но, тем не менее, это ребята, которые ушли в том числе и по причине своей профессиональной деятельности. Но почему они предпочли быть банными гладиаторами, а не пармастерами, то есть людьми, которые могут, сохраняя свое здоровье, при этом наслаждать других, и при этом давать очень высококачественное парение, это уже вопрос к ним. Это вопрос не, вот не сейчас мы его поднимаем, да. Этот вопрос мы обсуждаем на всех занятиях Академии банного дела и не только. То есть вот на всех, любых тренингах всегда стоит вопрос самосохранения пармастера. Вопрос самосохранения пармастера, это как с вопросом спасения утопающих. Это дело рук самих утопающих. Потому что если пармастер себя не оценит, то смысла обучать его самооценке, повышение самооценки бесполезно. То есть вот что ты с ним не делай, он все равно не повысит свою самооценку. Но, тем не менее, для того, чтобы вы, не знаю, повышение, понижение, это дело уже, так сказать, субъективное, но вы же должны иметь самооценку. То есть вы должны иметь оценку себя. И давайте с этого и начнем. Давайте просто выясним, сколько стоит пармастер. Итак, сколько стоит пармастер в Кустанай, в Павлодаре, в Алмате, сколько стоит пармастер? Давайте будем брать программу, которую вы вчера стучали на рейтинге Банного Союза. Итак, ваши варианты. Сколько стоят вот такие 20 минут? В Тенге? 20 минут. Ну вот такая 20-минутная программа. Сколько она будет стоить? Вот экспресс парения, да, то есть один заход по паре. Можно, пожалуйста, я скажу, да, вот, например, есть большая разница, когда мы арендовываем баню, и есть разница, например, если уже своя. Мы говорим с вычетом аренды бани, вот чистыми на себе на руки получишь. За работу. Чисто вот за работу. Сколько стоит работа пармастера? Я как разница. Взял веники, зашел, постучал. То есть вот такое? Предположительные ваши цены. 8-10 тысяч. 8-10 тысяч. Есть варианты другие? 15 тысяч. 20 тысяч. Ну, Паладар 20 тысяч. Да, кто больше? Заход. Один заход. Один заход, 20 минут. Один заход, считай. А, не заход, нет, просто. А теперь давайте спросим у Альбины, сколько стоит массаж? Сколько стоит массаж в течение, ну, скажем, час? 15. 15 тысяч тенге. Это я иду со скидкой. Это со скидкой, без скидки 20. Да. Правильно? Я свой труд люблю. Парение 20 минут стоит 20 тысяч тенге по максимуму. Массаж, час, часовая программа. Ну, из них там реальных 50 минут работы. Получается те же 20 тысяч тенге. Теперь давайте. Я могу сделать тело. Ну, понятно, что это уже отдельная прибамбация. Но мы просто для сравнения посмотрим, что делает массажист и что делает фармастер. Что нужно для исполнения своей работы массажисту и что нужно для исполнения своей работы фармастера. Учебу откладываем. И там, и там надо учиться. И там, и там нужен опыт. И там, и там надо как-то привести клиента. Но у одного массажный столб и максимум ладошка масла. Все. Можно больше ничего не использовать. Все расходники. Это все расходники. У другого. Банное пространство. Она должна быть подготовлена. Что-то надо подложить. Да? Какой-то матрас. Принести веники. Как минимум 2, максимум 20. Валик. Валик. Апахала. Апахала. Вея. Под голову подушку. Простынки одноразовые. Полотенце, которым человек потом вытрится после бани. Сам ты должен быть одет соответствующим образом. Эту одежду каждый раз после каждого парения необходимо вбирать в стирку. Иначе она начинает вонять уже на втором парении. И так далее. Массажист может работать в этой одежде весь день. В своей одежде. Да? Если уж сильно не вспотел, он не переодевается. Он работает в своем халате до конца. Мы же обречены на то, что у нас очень много расходников. И получается, что мы работаем как массажисты по цене, а выкладываем денег направо и налево в 10 раз больше. Просто в 10 раз больше. Это не считая трудозатрат. Мы посчитали просто 20 минут парения. Но для того, чтобы провести парение, на 2 часа топить баню. Сначала ты 2 часа топишь баню, а потом еще час после этого убираешься. Когда вчера ушли ребята, закончившие в уборку и расставившие все по местам? Через час после того, как ушли первые. Все закончили в одно время. Те, кто убирался в бане, через час ушли. Так и происходит. Итак, получается, что банное мастерство на сегодняшний день, как минимум в Казахстане, недооценено. Ну, в Кустанае, в Павлодаль. Если сравнивать с массажистами. Либо массажисты, охреневшие, они слишком дорого просят за свой труд. Но им платят. Если человеку платят, значит он недорого просит. Как только он попросит дороже, попробует прыгнуть выше, чем есть определенная планка возможностей у клиентов, его просто не будут покупать. Будет очень крутой массажист без клиентов. Без массажей. То есть он просто не будет никого. Как определить цену того, чего не может быть? Смотрите. Банного мастерства. Как такового. Не существовало еще 15 лет назад в Казахстане. То есть были элитарные банные комплексы, где был какой-то там секретный, никому не скажу, пармастер, который какого-то агашку одного-двоих парил. Причем законы Казахстана я знаю. Я здесь работаю не один год. Если ты паришь одного, то не дай бог ты пойдешь парить другого. Ты, то есть он будет обниматься со всеми своими друзьями, но своего пармастера, своего банщика и своего массажиста он никому не посоветует. То есть он никому его не отдаст. Так же как автослесаря, как сантехника, как гувернантку и так далее. Он никого никому не будет советовать. Это только мое и больше ничье. Поэтому рассчитывать в Казахстане на сарафан, на рекламу на сарафане, я бы не стал. Это не на том уровне. Не в традиции. Не в традиции. Так не положено здесь. Идем дальше. Если вы должны определить свою стоимость на том рынке, где еще стоимость не определена. То есть вот на сегодняшний день то, что вы называете, это просто слезы. Это слезы и смех. Но цена не определена. Это значит, что нужно оценить себя. Как оценить себя? Давайте. Как обычно. Ну вот возьмем фотограф. Ну вот сравнить надо с чем-то. Надо сравнить с чем-то. Фотограф заходит на авито и смотрит. Объявление. О, я работаю, я должен. Ну новый, да, новый фотограф. Появился на рынке. Купил себе фотоаппарат. Кто купил фотоаппарат, тот уже фотограф. Это у всех новичков одинаково. Сейчас уже не так. Не, ну я еще и фотошоп умею открывать. Да. Все, уже значит супер фотограф. Уже художник. Фотохудожник. Да он пишет уже в резюме уже фотохудожник. Ну потому что, ну, худо было, было. Ну все, значит художник. Так вот, фотограф оценивает свой труд. Как? Открывает авито и смотрит, сколько стоит фотосессия в течение одного дня с таким-то, таким-то результатом. И такой, смотрит на эту цену, а там написано там 50 тысяч тенге. Он такой. Ну я-то новичок. Я-то же еще так не умею. Там-то уже ого-го. Он уже в авито объявление дал. Значит, он профессионал. Я, наверное, ну до 30 пока. Потом подниму когда-нибудь. Вот на работу, набью руку, там все. Потом когда-нибудь подниму. И заходит потом следующий фотограф, а они плодятся со скоростью 3 в день в каждом квартале города. И следующий заходит на авито, смотрит твое объявление, а ты за 30 выложил. Такой, о, не, ну это профессионал. У него там уже, он же на авито уже выложил свое объявление. Значит, я все-таки за 15. Следующий уже за 5. И в конце концов мы стремимся к небытию. То есть мы доходим до той цены, пока люди уже впихивают тебе деньги и говорят, да ты что, охренел что ли за 1000 ко мне пришел? Тыньге. Не, ну давайте я хотя бы 2 тебе заплачу. Я же знаю, что это стоит дороже. Ты целый день работал. На тебе, ну хоть чуть-чуть побольше. Примерно так сейчас происходит с банным мастерством. Чаевые часто превышают стоимость парения. Это говорит о том, что стоимость парения недооценена. Люди, получившие услугу, потом понимают, что они за нее не доплатили. И для того, чтобы внутренне вот это вот у них калькулятор сошелся, они стараются доплатить за эту услугу, чтобы дополучить то, чего они могли бы недополучить, чтобы сохранить вот это равновесие энергии. Деньги это всего лишь отображение нашего времени, потраченного с определенной компетенцией. Вот и все. Значит нужно понимать, почем вы будете продавать свой труд. Как определить это на рынке, на котором еще не сформирована цена? Вот давайте забудем про Авито и предположим, что цена не сформирована. Вы придумали нового слона, который кушает квадратные бананы, наладили поставку квадратных бананов для этого слона, продали этого слона, и вам надо определить, почем теперь продавать эти квадратные бананы. От обратного? От обратного. От чего? От обратного? От своей цели и потребностей. Хорошо, идем от наших потребностей. Давайте у кого, кто зачем работает? Кто зачем работает? Зачем вы здесь? Мы работаем для того, чтобы комфортно жить. Ну что для тебя комфортно жить? У кого какая цель? Кто на что зарабатывает? Давайте по-честному, кто на что зарабатывает? Вообще кто-нибудь понимает, зачем он живет? Нет, смотрите, сейчас мы либо можем взять цель за основу, какую-то свою мечту и на срок ее разбить. Прекрасно, прекрасно. Именно так мы и будем делать. Давайте мечта любого пармастера. Такого условного любого пармастера. Сейчас такая, хэштег такой, любой пармастер появляется. Построить свой банный комплекс. С чего начинается банный комплекс? С территории. Ну, земля и какая-нибудь хоть баня. Ну, банный комплекс начинается в первой бане, правильно? Сначала первая баня, потом вторая, третья, пятая. Кстати, учитывайте, банный комплекс не может быть из одной бани. Если вы сделали одну баню, это, нет, вы сделали трудоустройство. Вы, как это принято говорить в России сегодня, трудоустроились. То есть вы себе сделали, как это называется, самая простая форма, самозанятый. Вот, вот ты самозанятый, ты построил себе одну баню. Ну, давайте, мы, как пармастера, у которых пока еще нету своей локации для того, чтобы парить. Итак, предположим, что вы не знаете про то, как пойти дешевым путем. Мы идем обычным путем. Обычный путь какой? Земля сколько стоит рядом с Кустанаем? 4 миллиона. 4 миллиона. Дальше. Баню поставить. Баню поставить. Не, ну, у него есть, поэтому он может себе позволить. У него есть 4 хотя бы, он уже на 18 думает. Все правильно. Ребята, ребят, давайте мы не частную баньку строим. 48 квадратов, более-менее функциональная баня с необрезной доски внутри отдела, газоблок, одно утепление, одна сторона сайдинг под дерево, крыша односкатная. Это, ребята, 16 с половиной миллионов. Это минимальная смета, это просчитанная уже. Итак, это реальная просчитанная смета. Ну, скажем так, 16 с половиной ты не уложишься, потому что надо еще подвести электричество, газ, канализацию и так далее. Итого в 20. 20 миллионов это тебе нужна баня, и она встанет на землю, которая, это будет коммерческая земля, значит это уже не 4, а 5 миллионов. Итого 25 миллионов необходимо для того, чтобы ты начал свой жизненный путь как фармастер-владелец бани. Чтобы не бегать по чужим баням, не проституировать по клиентам, да, а зайти к себе и у себя принимать гостей. Соответственно, 25 миллионов тебе нужно через... Через год. Ну, за год ты не построишь баню. Полтора. Ну, давай так, за год ты кое-как утвердишь смету и нарисуешь свой проект. Амбициозно просто, очень амбициозно. Я понимаю, что ты можешь быть амбициозным, давай все-таки реальные сроки смотреть, ребят. На 3 года. 3 года. За 3 года надо заработать 25 миллионов. Все. Вот она цена вашего часа. Доставай калькулятор. Поехали. 25 миллионов мы делим на 3. Мы же все 3 года будем работать, правильно? Махать вениками. Предположим, что у нас другого бизнеса нет. Мы только машем вениками. Сколько в год? 7 с половиной в год. Теперь делим на сколько месяцев? Вот это тест. 8 миллионов 300 тысяч. 8 и 3. 8 и 3 делим на сколько месяцев? На 3 года если ты еще. На 12 месяцев делим. На 12 месяцев? Ты собрался 12 месяцев махать вениками? На 26 месяцев. Нет, ребятки. На 26 месяцев. Вы не сможете 12 месяцев в году махать вениками. Вас жена из дома выгонит. Вас дети уволят из пап. Ну, значит, если убрать все. Выходные, отдыхи, но... Нет, нет, выходные, выходные мы не убираем. Мы убираем месяц на отпуск. Мы берем отпуск месяц и месяц на поболеть. Бывают всякие случаи. И месяц на подремонтировать баню, построить тещу сарай и так далее. Вот это вот все месяц. И забор поставить. И остается 10 месяцев реально, когда вы можете работать в бане. 10 месяцев. 8 300. Мы делим на 10. 8 30 месяц. Вы должны зарабатывать 830 тысяч тенге. Да? Получается, а тут уже надо еще убрать. Подожди, подожди, подожди. Давайте теперь разделим это на дни. На дни. 8 30. А, нет, стоп. Вы же еще и семью кормить должны. Сколько там семья у нас на сегодняшний день съедает в месяц? В среднем? С такими ценами не знаю. Сколько? Ну, 300. 300. 300. Ну, если очень сильно ужаться, 200 тысяч как-нибудь. Да? 300, а это более-менее нормально. На 200 прямо тяжело. Если еще кредиты, лучше 300. Давайте заложим 300. По-честному, да? 300 тысяч съедает семья, а мы уже 830 насчитали. Итого нам надо зарабатывать миллион сто в месяц. Миллион сто. Ну, давайте 30 забудем, округлим до миллион сто. Миллион сто в месяц. Сколько в месяц у нас рабочих дней? 20. 20. У пармастера сколько рабочих дней в месяц? Здесь. 10. 10. Оптимально, конечно, 10, но вы же сумасшедшие, вы же будете по 15 работать. Если начнете работать 20, сдохните уже на третьем месяце. Через 2 года работаю 25 дней. 25 дней ты не работаешь как пармастер. Да. Ты не работаешь как пармастер. Ты просто работаешь на многих нескольких работах. Об этом мы поговорим попозже. Если ты будешь работать как пармастер, то все, то есть, если все будут работать так, как ты, как пармастер, все в скором времени будут похожи на тебя. У них будут такие же мешки для денег под глазами, такие же худня-худней-бледня-бледней и так далее. Нафиг это надо. Спасибо за искренность. Ты просто посмотри на себя в зеркало, и ты поймешь, что тебе надо уже менять бизнес. Менять режим бизнеса. Итак, получается, что у нас пармастер может работать не более 15 дней в месяц. А значит, ему миллион сто необходимо разделить на 15 дней. Миллион сто делим на 15. 73 тысячи. 73 тысячи в день. Сколько гостей может принять пармастер в один день? Тройки сморта. Сколько? Тройки сморта. Четыре. Ну, четыре это прямо упластаться. Тройки. То есть, ну, часа по полтора, по два примерно на человека тратится, да, если ты там по-королевски его паришь по-человечески, да. За час это прямо бегом-бегом и быстро пнул под попу, выгнал из бани, да. То есть, не получается. Если компания из четырех человек приехала на четыре часа, ты точно не успел четвертого попарить. Троих ты успеваешь, четвертого уже никак. То есть, четыре человека это надо за шесть часов. Часа по полтора на каждого. Итого за шестичасовую баню вы парите четыре человека. Это примерно вот так происходит. Ну, приехало три, там чуть быстрее, чуть-чуть, ну, в общем, со всякими нюансами и отклонениями, но в среднем получается так. Итак, получается, сколько стоит один человек, если их четверо в один день? Четверо? Да, а нам надо 73 тысячи. 18 тысяч. 18 тысяч тенге. 18 тысяч тенге, одно парение. Правильно? При условии, что они будут чистыми, вам на руки. Не то, что платит клиент, а это чистые, вам на руки. После вычета веников, после вычета баны всех расходов, там какой-то welcome food, да, там еще что-то. То есть, все, что вы должны были туда потратить, уже помимо этого заложено. Давайте посчитаем, сколько у нас расходов уходит на баню. Баню. Сколько аренда бани стоит? На 4 часа? Более-менее на 20 тысяч. 20 тысяч 4 часа. 20 тысяч 4 часа. То есть, умножаем на 2 сразу эту сумму. Правильно? А то и в 4 часа мы же не укладываемся, мы же там 6, уже там, я требую продолжения банкета. То есть, ну, как минимум 20 тысяч мы добавляем, значит, умножаем эту цифру на 2. Если он до этого платил 20 тысяч, сейчас он будет платить уже 40 тысяч. Плюс веники, плюс расходники, плюс стирка, плюс ваша одежда. Это тоже расходник. Ее должно быть с собой, если ты приехал на заказ, ее должно быть с собой, как минимум, по количеству гостей. То есть, у тебя 4 гостя, у тебя 4 рубахи, четверо штанов, четверо трусов, потому что ничего не должно вонять. Пот, который вы выделяете, начинает пахнуть. Он начинает пахнуть примерно через час работы. Вы сами себя понюхаете, и вы поймете, что вам близко подходить в этой одежде к клиенту второй раз нельзя. Соответственно, а если вы еще банщик-массажист, то массаж вы должны делать в сухой одежде. Вам нельзя капать себя на гостя, который лежит в сухом. Он сухой, а вы мокрые. Не пойдет, поэтому лучше везите с собой отдельно массажиста. Он работает и затыкает вам все паузы, а вы в это время парите. А лучше вообще в баню не ходить. То есть, я вас сейчас уговорю, в конце концов, до того, чтобы вы больше баней не занимались, в принципе. И слава богу, здесь останутся только настоящие преданные бани-фанаты, которые ходят в баню не за деньгами. И вот тогда у вас начнется бизнес. Бизнес начинается только у того, кто в баню приходит не за деньгами. То есть, и с этого надо было начать, но к этому надо еще и прийти к пониманию того, что в бане невозможно заработать и сделать бизнес. И с бани в чистом виде бизнес не сделать. Это как нельзя превратить религию в чистый бизнес. Понимаете? Там, где религию превратили в чистый бизнес, религия умирает. Люди начинают уходить. Они постепенно от этого дела отходят. Потому что в бане мы в первую очередь говорим не о помыться или постучать. Мы говорим об очищении души. Это такая же вещь, как ислам, как христианство, как буддизм. Это очищение души. Это работа с душой в душу. И вот тогда это можно превратить в очень процветающий бизнес. Только в случае, если у вас баня не становится для вас единственным бизнесом и не становится приоритетом бизнес, в этом случае у вас строится бизнес на бане. Понимаете? Обратная история. Вы не можете построить бизнес на бане, если вы не любите баню. Все. А если вы любите баню, значит вы в ней занимаетесь душой. И вы работаете в ней с душой вашего гостя. Не с телом. Тот, кто работает с телом, усыхает, выгорает и уходит через три года из этого бизнеса. Те, кто работают с телом в банных комплексах на потоке. То есть туда человек приходит помыться. Если человек приходит туда помыться, то такой объект называется помойка. Ну, чисто лингвистический. Эвристический анализ лингвистики. То есть вот по-простому. Чисто по слову образованию. Это, конечно, похабно звучит. Но это очень четко объясняет цели и задачи. И человек, который работает на помойке, помойщик, тарабанщик, банщик, он выгорает очень быстро. Три года зачастую. И он говорит, ну все, что-то я мало стал зарабатывать, что-то у меня здоровье подкачивает и так далее. Потому что ему не дали возможности, либо он сам не захотел, либо у него не пошло работать с душой. Он не понял, как работать в бане с душой. Или не дали времени на то, чтобы работать с душой. Какой может быть работа с душой, когда у тебя 12 минут на программу? И через 12 минут у тебя зайдет следующий. То есть у тебя перерыв 10 минут, и ты снова залетаешь. Опять 12 минут программы. Какая душа? О чем может быть речь? А еще, какая может быть работа с душой, когда рядом сидит 25 человек других людей? В общей парной. Ну о чем можно говорить? Помойка. Отстучал и ушел. Отстучал и ушел. Отстучал и ушел. Отстучал и ушел. Зубодробил. Такая нормальная, четкая. И это тоже нужно. Но это не тот бизнес, о котором мы сейчас с вами будем говорить. Мы говорим о частном случае, когда ты пришел и облизываешь своего клиента до блеска. Чтобы он блестел, как у кота, все. Значит вот. Соответственно, ты должен его любить. Этого гостя. Как ты можешь любить того, кто не приносит тебе жизнь? Почувствуйте. Здесь любовь и ваши жизненные приоритеты, ваши жизненные задачи очень сильно завязаны. Это человек, который даст вам все для вашей жизни. Он заплатит вот эти вот 40-50 тысяч тенге и даст вам возможность через 3 года привезти его же в вашу шикардосовскую баню. Знаете, чем занимается в это время гость? Он с радостью и с гордостью инвестирует в вас. Когда вы больше ни о чем думать не можете, вы ему будете рассказывать про свою будущую баню. Потому что у вас она в проекте, она у вас там постоянно в голове. Вы начинаете об этом, обо всем рассказывать и происходят инвестиции. То есть человек, он заплатил за парение, но он понимает, что он заплатил больше, чем он заплатит всем остальным. Но он заплатит за то, чтобы потом прийти в шикарную баню именно к вам, но в личную, которая будет чистенькая, которая будет там убрана, которая будет вылизано так, как ему это нужно. Он инвестирует и он готов платить больше в такой ситуации. Итак, сколько стоит ваша работа в бане в течение часа? Теперь. Сколько мы насчитали с вами? 20 тысяч чистыми и сверху расходники. Итого клиенту, сколько стоит банное парение? 50 тысяч. От 40. От 40. С нормальными вениками. С хорошими вениками, с хорошими, с одноразовыми вещами, которые вы для него поменялись, со стиркой, с учетом всего. С бензином куда-сюда? Да, с доставкой, с приездом, уездом. 40-50. 40-50 это честная цена для банного парения. Если вы не вытягиваете эту цену, вы предаете себя. Вы предаете свое будущее. Вы не работаете в это время. Вы в это время трудитесь. Объясню, в чем разница между работой и трудом. В среднем побожье жили люди, которые называли себя афеней. И эти афеней были в основном скоморохами. Это не те, кто пляшет на площадях. Они могли быть знахарями, лекарями, купцами, торговцами. Они могли быть кем угодно, хоть пекарями, хоть кузнецами. Но при этом они имели свой собственный язык, афенский язык. И они несли информацию из поколения в поколение и из местности в местность. Занимаясь своим делом, их жизненное предназначение заключалось в том, чтобы переносить информацию с места на место. И из поколения в поколение переносить историю. Историю рода, историю родины, история государства и так далее. Потом кому-то это не очень понравилось. Что кто-то помнит свою историю. И скоморохов, просто за то, что он скоморох, начали под разными предлогами, видами и просто по закону сажать на каторгу. И они постепенно, в большом своем количестве переместились на каторгу. И на каторге, так как это люди тоже не робкого десятка и не простые. Они смогли удержаться в живых. То есть они выжили. Но выжили за счет того, что они унесли все свои традиции туда, в каторжанскую жизнь. И в заключение их язык, афенский язык, превратился в блатную феню. Для того, чтобы там выжить, надо было разговаривать на своем языке. Который не понимает охрана, который не понимает обычный люд. Но опять-таки не все же там оставались навсегда. Они выходили, обратно сажали их и так далее. И вот эта ассимиляция афенского языка привела к тому, что я вас спрашиваю. Ты по фене бутаешь? И вы все понимаете. Вы понимаете, что я с вас спрашиваю сейчас? Разговариваешь ли, говоришь ли ты на фене, на блатной фене? Или на афенском языке? Огромное количество знаний из комарошьих можно сейчас почерпнуть из зековских разных историй. Из афенского языка. Точнее, из блатной фени. Так вот, ботать получается, это говорить. Ботать. Говорить. А что такое в таком случае, если смотреть на афенский язык, Ра ботать. Говорить со светом, говорить с солнцем. Ра, бог солнца. Ну или солнце. Так вот, это Ра ботать. Вот Ра ботать я готов до бесконечности. Я захожу в парную, я Ра ботаю. Я отдал свое тело в аренду солнцу. Или там роду, или я не знаю, богу. Хоть макаронному монстру. Главное, чтобы только не сам. Все это делал. Во что ты веришь? Вот тому ты и отдал в аренду свое тело. И это тело начинает чего-то там шаманить. Оно чего-то там делает. В это время я отдыхаю. Я не тружусь. Я не делаю ничего трудного. Мне никто не платит труда дни. И у меня нетрудовые доходы. Потому что я их не вытруживаю. И не живу трудом. Я живу работой. Я живу на радости. Радость. Я все время всем даю солнце. И сейчас я занимаюсь тем же самым. Мне крайне легко читать эту лекцию и рассказывать вам. Потому что я в это время просто вам даю знания о самых простых мировых законах. Законах построения вселенной. Мы все идем под солнцем. И не ставить во внимание, не брать во внимание присутствие солнца в наших ежедневных делах может только абсолютно тупой человек. Человек, который ушел в подземелье куда-то. И не видит, что над ним солнце. Что утром оно встает. Что вечером оно закатывается. Из-за этого наш режим дня строится определенным образом. И так далее, и так далее. Так вот, работать я готов. И вот то, что мы с вами насчитали, можно заработать, только работая. Трудясь вы этого не возьмете. Только на радости вы сможете заработать такие деньги. Понимаете? Если вы будете радовать, радовать вашим гостям, то тогда вы заработаете. Вы начнете разговаривать с Богом. Разговаривать с солнцем. Я не огнепоклонник, да, или не солнцепоклонник. Я просто понимаю, что даже деревья, когда мы выбираем на сруб, мы смотрим на то, как загнуты сучки. Идут ли они все в одну и ту же сторону. Следило ли дерево за солнцем. Потому что иногда бывает одно подлое бревно, которое стояло у дороги или на опушке леса. Его дуло розы ветров против солнца и загнуло ветки в обратную сторону. Как только его раскрижуешь, оно развернется, и это случится уже внутри строения. Это будет винт, который уже воткнут в стену бани. И там будет с одной стороны щель снаружи, сантиметров 10, и с другой стороны щель внутри, сантиметров 10. Потому что этот вертолет ушел в обратную сторону. И остановить его ничем невозможно. Мы ставили блоки фундаментные на сруб, в котором вот в середине вот такое бревно оказалось. Нам привезли такой сруб. Правда, это была цилиндровка, но совсем уж на сруб не похоже. Ну да ладно. Мы пытались фундаментными блоками задавить сруб, чтобы он не развернулось, вот это бревно. Она подняла наши фундаментные блоки, все равно развернулась. И все равно пришлось все это просто в тупую запенивать. Ну потому что другого варианта там уже не было. То есть это говорит о том, что в этом мире все следит за солнцем. Зачем бороться с природой? Давайте и мы будем следить за солнцем. Давайте мы будем не трудиться в пути лица, а работать. Все просто, ничего думали. Да, все уже придумано. Дай, пожалуйста, тапочки. Не свои, нет. Вот это называется тапочки. Давай сюда. Это мы в Академии Банного Дела используем для обучения. Так вот, что такое трудиться в бане? Это я пришел. У меня здоровые накачанные банки. И я такой мышечный магнат просто. И я начинаю свои мышцы забивать, силу своих мышц забивать в гостя. Я это делаю прямо трудясь. Видите, какое напряжение во мне. Я стараюсь туда. Я с трудом это делаю. Я с трудом вывожу свои 12 минут. Смотрите на цвет лица. Что происходит сейчас с моим лицом? Что происходит с моим дыханием? Как я уже не могу с вами не то что разговаривать. Я петь не могу, да? Я ничего уже не могу. А я продолжаю. Долбился. Кроме батонстила. Балбес. Знал же, что так будет. Запасно нет. Ну, а теперь я прихожу туда трудиться. Не трудиться, а работать. Работать. Разговаривать с солнцем. Что я делаю? Пальчик сверху, пальчик снизу. Ничего больше. А, еще у меня мозоли на руках. Потому что я все время держал, сжимал веники. Веники мне намозолили вот здесь все вокруг. Я сорвал дыхание. Мне пришлось дыхание восстанавливать. Я начинаю дышать. Вы знаете, что наверху там может быть и 75, и 85, и 90, и всякое. Вот там, где вы ртом находитесь, там может оказаться 90. И вы в себя 90. А какой предел вашего терпения по температуре? Тело. 42. 42. 42. Все, 42. И у вас кровь свернулась. Белок крови свернулся, и больше кровь не течет. А вы 90 туда загоняете. В эту бочку. Которая изнутри начинает от легких перегреваться. Перегревает в первую очередь кровь. Кровь перегревает мозг. Мозг начинает галлюцинировать. И этот банщик в конце концов, он уже вообще не понимает. Не отдупляет, что там делать в этой бане. Начинает делать тупейшие ошибки. Ронять гостя. Путать воду горячую с холодной. Делать контраст кипятком. Было такое. Юр Николаевич на себе попробовал. Однажды. Его 2 или 3 банщика парило подряд. И один взял, переставил горячую воду на другую сторону. Туда, где всегда стоит холодная. А просто там другой стоял. И не мог он дотянуться до того места, где надо было поставить горячую. И он поставил, куда попало. И ушел. Второй чемпион заходит. Так, ну что, тебя уже вроде попарили. Надо сделать контрастик. Здесь же всегда холодная вода. Он берет этот ковшик и холодной водой начинает его поливать. А там кипяток. Которым надо было поддавать. А ковши одинаковые. И все. То есть вот такие вот утонки. Они происходят из-за чего? Запарились парни. Просто мозг не отобразил, что надо пальчик-то сначала сунуть туда в ковшик. Проверить, чем ты поливаешь. Ну хотя бы так. А лучше локтем, да? Чтобы уж вообще температура. Я уж не помню. И не будем сейчас вспоминать было. Но для него, для Юрия Николаевича, эти два или три парня, которые его парили, больше не его пармастера. Один раз они ошиблись. Все. Больше он их не допускает к своему телу священному. Ну потому что, ну а зачем? Ладно, идем дальше. И теперь мы делаем пальчик сверху, пальчик снизу. И все движение, которое мы запускаем, заключается в том, что я качаю ногой, смотрите, не на руки, смотрите, на ноги, чем я запускаю движение. Видите, коленка чуть-чуть шатнулась вперед. Но там прикол в том, что чем короче движение, тем меньше его видно, но тем сильнее оно вышибает сюда. Ну вы же знаете, да, любой там бокс или что, для того, чтобы сломать кирпич, да, вот каратиста ломает кирпич, там вообще не видно, как у него рука движется. Ну скорость движения этой руки просто будет бешеная. И он не рукой это делает. Ну, во-первых, у него там дух в этом принимает участие, ого-го, как, и он всем телом ломает. То есть он туда вкладывает все тело, но движение настолько короткое, что кирпич разлетается еще руки не коснувшись. То есть там короткое, очень мгновенное движение. То же самое здесь. Если я держу веник и мне надо сделать очень большое движение наверху, то очень маленькое движение будет внизу. Но через протянутое тело, натянутая как струночка, это движение тут же передастся в веник. То есть сколько бы мне не надо было поднять руку, например, рука поднимется мгновенно, просто из-за того, что я чуть-чуть дернул ногой. Там где-то чуть-чуть сократились даже не мышцы, а фасциальный каркас, то есть фасции. И это привело к движению моей руку. Рука взлетает сама, я ее не напрягаю, у меня мышцы в это время не работают. Соответственно я могу сколь угодно долго стоять, махать, намахивать эту единичку. К сожалению четверку уже нечем, восьмерку тоже. Так что я буду вот единичку сейчас стоять, намахивать. И это меня не приведет никогда ни к срыву дыхания, ни к излишнему потению, ни к излишнему покраснению. Что такое покраснение? Повышение давления. То есть сердце у меня не начнет работать в три режима, на повышенном режиме. Я буду оставаться живым в это время. И я в это время не буду трудиться. Я не буду ничего делать трудно. Я делаю все очень легко. Я это делаю на расслабоне. Отдохнули немножко от финансов? А теперь обратно возвращаемся к деньгам. Почему мы каждый раз, можешь у себя оставить, почему мы каждый раз возвращаемся к деньгам? И мне все время там в ютюбе, уважаемые мои хейтеры, как я вас люблю, пишите дальше. Все время мне пишут, значит, во, бояринцев, скурвился, он все время про деньги, все время про деньги. Я не про деньги, ребята. Я не про деньги, я про жизнь. Я про выживание. Просто на сегодняшний день с этим надо согласиться. Мы не можем сделать ни одного шага, не имея эквивалента нашей потраченной времени и сил. То есть у нас есть единственный ресурс, который мы можем продать в этот мир. Ничего другого мы не продаем никогда. Вы попробуйте продать, ну не знаю, там, вот этот телефон или там вот это там яблоко, да, там. Продать воду. Попробуйте продать воду. Вы можете продать воду? Вот кто-нибудь может это сделать? Я не могу. Для того, чтобы ты вот все синтезировал эту воду и мог ее продать. У тебя этого не было исходно. Это тебе не принадлежало никогда и не будет принадлежать никогда. Ты продаешь работу по синтезации. H плюс 2О. Потом упаковку. Потом логистику. Доставку. Потом складские услуги. Торговая надбавка. Бухгалтерские услуги. И так далее, так далее. Налоги, все, что связано. Охрану, доставку до дома. Красивую упаковку потом в ресторане. Выдачу в красивом стеклянном стакане. Но воду мы не продаем никогда. Мы не продаем банное парение. Вы поймите. Это то, чего не может быть. Мы ничего не продаем. Мы всю жизнь торгуем воздухом. Потому что все остальное работало без нас тысячу лет. И будет работать тысячу лет без нас. Оно будет существовать. Но мы можем продать время, потраченное время и компетенцию. Потраченное на такие или другие выполнения задач. Правильно? Соответственно. Я еще раз повторяю. Время и компетенцию. Мы посчитали, сколько стоит наше время. Сколько стоит наше время? Давайте еще раз. В чисто время? Да. Сколько стоит время наше время? Вот сколько я должен за свой час? 18 тысяч мы чистыми. 18 тысяч чистыми. Давайте добавим еще на посидеть и поболтать. И останется 20. Все-таки 20 тысяч это будет разумно. Продавать свое время. Итак. Наше время стоит 20 тысяч. А теперь попробуйте его продать за 20 тысяч. Что нужно для того, чтобы продать свой час времени за 20 тысяч? Да еще и не меньше 4 в день. Да еще и 15 дней в месяц. Что для этого нужно? Компетенция. Компетенция и знания. Компетенция. Нужна определенная компетенция. Как только вы вышли на задачу, то есть вы просто вот написали себе огромным толстым маркером свою цену в час, прайс себе составили, сколько вы стоите на сегодняшний день в час. И после этого вы тянетесь до этой цифры, тянетесь до нее, пока не дотянетесь. Что для этого нужно? Повышать свою компетенцию. Как это сделать? Раскручивать сеть, раскручивать себя, увеличивать свои потенциальные возможности. Изучить наконец эту долбанную восьмерку, сделать крутые веники, добавить какие-то ароматы, взять какую-то соответствующую музыку, научиться петь в бане, научиться плясать в это время, притопывать, приплясывать, когда торгуешь, как в твоем случае. Здесь есть такая ловушка. Мы думаем, что знания приносят компетенцию. Ничего подобного. Ничего подобного. Слушайте, нет института, готовящего ведущих свадебных программ. Я не заканчивал никакого учебного заведения, которое бы меня научил вести свадьбы. Я 20 лет вел свадьбы. Говорят, неплохо. Платили самую высокую ставку. Юрий Николаевич сын проводил свадьбу здесь, в Казахстане. В каком-то огромном ресторане на 300 человек. Со скидкой? Не, не, не. Он завтра платил. Он по-казахски платил. Дорого, но завтра. Так вот, нет ни одного учебного заведения, которое бы сделало из вас хорошего человека. Вам платят не за то, что вы крутите восьмерку или крутите четверку, а за то, что вы хороший человек. Когда человек становится хорошим? Добрые дела добрые. А почему вот я могу быть добрым с тобой, с тобой, с тобой, а сейчас вот другой человек появится, я не буду с ним добрым. Потому что он стоит, он орет у меня под дверью, а выйду на него рябки. Наверное, потому что мы к вам относимся. Нет, потому что вы мне приносите доход. А вот он не приносит, он у меня отбирает этот доход. Так я добр с тем, кто мне дает выживание. Мой доход это мое выживание. Просто почувствуйте, что каждый ваш гость, переступивший порог вашей бани, это ваша жизнь. Это ваше выживание. Как вы можете относиться к своей жизни, к тому, кто дает вам выживание, дает вам доход, а значит выживание. Как вы можете к нему относиться без добра? Не любить этого человека невозможно. Не за деньги, а за ваши будущие мечты. Деньги это всего лишь посредник между вами и будущей мечтой. Между вот этим вот гостем, его деньги потом когда-нибудь станут. Выключите звук, пожалуйста. У кого вряд ли? И получается, что мы никогда ничего не продавали, кроме своего времени, умноженного на свою компетенцию. А теперь нужно дотянуться к компетенции до нужного цены часа. Как это сделать? Пройти обучение у Юрия Николаевича? Да. Почему бы нет? Пройти обучение в Академии Банного Дела? Да. Почему бы нет? Но здесь есть один только подводный камень. Учителей огромное количество. Обучающих курсов бесконечность. Вы можете хвататься за одно, за другое, за третье, за пятое, за десятое. В результате на афенском языке это называется лох. Человек, у которого драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. За кружок по рисованию тоже все голосовали. И вот знак лоха. У него все силы разбежались в разные стороны. А вам хотелось бы, наверное, мне кажется, хотелось бы превратиться и взять на себя ответственность и стать князем. Человек, который привязан к Богу, который знает направление, куда надо двигаться, у него есть цель. Прикрой дверь, пожалуйста. И у него есть загнутые на себя пальцы, то есть силы, которые он качает внутрь себя, к себе. Он собирает достаточно и по ступенечкам движется к своей мечте, к своей цели. Все очень просто. Вот знак князя. Это знак дурака. Это вы сами знаете, знак кого. Этот знак вы тоже прекрасно понимаете. Так вот, если этот знак сравнить со знаком князя, с той целью, до которой вы должны дойти, этот палец длиннее. Он не даст вам достичь вашей цели. Либидо перекроет вам возможность достичь вашей цели. Если вы расплещите свою силу на вот это, то вот этого вы уже не достигнете. Ну и не зная Бога, ты тоже не придешь никуда. То есть ты должен веровать во что? Дело твое. Но ты должен быть привязан к высшему разуму. Потому что наша сила и сила всеобщая всей планеты, всего мира и всего космоса несравнимы. Почему бы нам тогда не пользоваться всеобщей силой? А на всеобщую силу выводят в том числе и религиозные разные объединения. Ну в том числе. Можно разными путями прийти на понимание всеобщей силы. И просто надо этим пользоваться. Это рабочая схема. Почему бы не пользоваться тем, что дает тебе выживание. Снова выживание. Итак. Теперь необходимо вернуться к курсам банного мастерства. И понять, как не стать лохом. Как научиться тому, что тебе нужно, но не расплескаться во все стороны. Очень простой методический совет. Нет, пока не окупишь предыдущий курс трижды, не ходи на следующий. Все просто. Вот чего бы ты ни научился. Научился, например, наливать 100 грамм махом. Бармен, да? Вот так не глядя. 100 грамм. Вот пока не окупишь, не учись наливать 200. Вот окупишь, вот всегда наливай только эти 100 грамм. Отработай это так, чтобы у тебя пришла прибыль вдвойне от того, что ты заплатил учителю. Верни трижды эти деньги, и все, после этого можешь идти дальше. Наливай 200 теперь уже. И так далее. Поэтому не хватайтесь за все курсы подряд, и не хватайте больше, чем можете унести. Иначе превратитесь в то, что те же афене называли торбохват. Человек, который в торбо нахватывает кучу вещей, и потом эта торбо тяжеленная, он ее уже волоком за собой тащить не может, а он все еще туда складывает и складывает новые вещи, которые на дороге находит. На дороге огромное количество всего. Вам нужно взять вещь, использовать ее, выработать ее, освоить, так сказать, съесть. И превратить это в свою уже силу, чтобы это ушло на подсознание. Чтобы вы уже не думали о том, как стучать. Так, сейчас, подожди, четверка на правую. А, восьмерка на правую. А теперь, так, как-то восьмерку на левую надо. Это значит вот так, потом вот так, потом как-то так. И фиг знает как. Все. Такой, очнулся, вот, а клиент уже ушел. Ну, как-то так происходит. То есть, когда вот мы начинаем думать о том, как мы парим, мы еще в одну ловушку попадаем. То есть, одна ловушка, это когда кислород съедают мышцы. А вторая ловушка, когда кислород съедает мозг. Когда вы начинаете думать в парной, мозг съедает кислород. Вы также точно начинаете задыхаться. Это меня дайверы научили. Фридайверы. Они объясняют, что человек на 30 метров нырнуть может только в случае, если он не думает. Вообще не думает. Полная медитация. То есть, он плывет с пустой головой. Тогда он плывет и на 30 метров, и ниже ныряет без акваланга. Потому что, как только он начинает думать о чем-то, у него кислород съедается внутри крови, и кислорода для мышц уже не хватает. И уже просто он задыхается и всплывает. Все. Хочешь нырнуть долго, хочешь парить бесконечно, не думай, как ты паришь. Для этого надо выйти на автоматизм. Значит, надо доработать свою программу до состояния, когда ты уже вообще даже не понимаешь, что ты там делаешь. Когда тобою кто-то правит. У тебя все на автоматизме. Как это сделать? Практика. Долгая, серьезная практика. Много повторов. Дальше. Для того, чтобы вы понимали, как можно восходить к состоянию князя, есть вот эти вот этапы восхождения. К состоянию вашей мечты, вашей любимой бани, или вашего крутого автомобиля, или вашей, не знаю, благополучной жизни, или шикарному дому. Что вы поставите во главу угла сейчас? Что вы поставите в своей цели? Вот к этому и будем восходить. Как к этому зайти? Достаточно просто. Мы берем цель номер один. Домашний банщик. Первый этап. Уж проще-то некуда. Ну, у домашнего банщика есть один секрет. Там есть постановка руки на веник. Там есть постановка вот этого вот движения. И пока ты вот на это движение не выйдешь, давать тебе техники пармастера, давать тебе мастер живой бани, образного парения, и дальнейшее там, пьяный мастер, слепой мастер, бессмысленно. А зачем? Ты это взять не сможешь. Надо, чтобы у тебя на подсознание ушло не единичка, двойка, тройка, четверка, а как это единичка, двойка, тройка, четверка отображается у тебя в теле. И вот только после этого, после того, как ты уже научился себя восстанавливать, когда ты научился себя не тратить, когда ты научился работать все время на инерционном потоке, все время в состоянии натянутого, протянутого, но фасциального каркаса, не мышечного. После этого можно уже на эти дрожжи накладывать тысячу других движений. И тогда идет у нас уже техники пармастера, 50 движений сверху, там 53 движения, там только четверок 12 штук, там 10, по-моему, восьмерок разных, там троек несколько, ну там тоже десяток троек. И вот они все разные. И такая и сякая, я еще и крестиком вышивать умею. В общем, и это уже нужно для того человека, который не просто работает face to face со своим гостем, лицо в лицо. Он работает на виду другого человека. А тот сидит и думает, так, а к какому пармастеру я бы сейчас пошел? О, у этого что-то новенькое, я к нему пойду. У него там какие-то финты. То есть, ну для того, чтобы повысить свой профессионализм, вы должны удивлять. А дальше вы, представляете, у вас в запасе 53 движения. По одному движению один раз вы будете показывать своему гостю. Каждый раз, приходя к вам в баню, он будет получать одно новое движение. Даже если каждый день он будет ходить к вам, каждую неделю будет ходить к вам в баню, то вам хватит на год его удивлять. Он раз в неделю будет к вам приходить, пятьдесят три недели. Как раз пятьдесят три движения. Вы каждый раз будете что-нибудь новенькое ему выковыривать. А еще же есть сочетание движений. Не так, а вот так, а я еще и вот так, а еще вот так. И так далее. Но это все должно быть уже на подсознании, на подкорке и просто на руках. Настолько, чтобы вот руки сами, не задумываясь, работают. А потом вы научаетесь работать с образом. И это уже образное парение. И тогда в образном парении вы уже начинаете творить, что-то накладывать, вкладывать в свои движения. Но это происходит тогда, когда вы уже не думаете о движениях. До тех пор, пока вы думаете о движениях, вы не сможете вкладывать туда образы. У вас мозгов не хватит. Просто мозг занят чем-нибудь одним. Мозг такая странная штука. Уберешь звук, сможешь? Мозг такая странная штука, которая может думать об одной вещи только, ну, в одну единицу времени он может думать только об одной вещи. Переговорю еще раз, чтобы вы поняли. Мозг это такая субстанция, которая в одну единицу времени думает только одну мысль. Когда нам рассказывают про Юлия Цезаря, который там 17 дел мог делать одновременно, или сколько там рассказывают, любой таджик в маршрутке его сделает легко сейчас. Потому что он одновременно пьет кофе, смотрит на дорогу, принимает деньги, сдает сдачу, закрывает дверь, по телефону разговаривает обязательно. И греется еще. И это все в легкую. Потому что, почему? Потому что он очень быстро переключается с темы на тему. То есть он пивнул кофе, отвлекся на это, потом принял сдачу, отвлекся на это, потом закрыл дверь, отвлекся на это, потом вот это, вот это, вот это. Но одновременно никто и никогда не делал двух дел. Мозг не умеет делать две вещи одновременно. Соответственно, как только вы задумались о том, каким движением попарить человека, вы уже не думаете о том, какой образ вложить в это движение. Извините. Соответственно, мы осваиваем поэтапно, постепенно восхождение, этап за этапом. Не бросаясь сразу в какие-то там дебри. Ох, я сейчас выйду на пьяного мастера. Я сейчас буду работать на скорости гостя. Да не будешь ты работать на скорости гостя, потому что ты не знаешь, чем и зачем работать на скорости гостя. Чем отвечаешь на вопросе, на тренинги, которые называются техника пармастера, берешь много-много техник. Как эти техники применить, ты отвечаешь на предыдущем курсе, на домашнем банщике. Ну, как это все будет обстоять. И зачем это делать, ты отвечаешь на этот вопрос на образном паренье. Ты сначала находишь то, что нужно в этом теле изменить, или в этой душе изменить, и потом ты это меняешь. С помощью образов, с помощью движений. Движений на техниках, образы кожи. Чтобы не отвлекать мозг на разные вещи. Итак, после этого, когда у тебя уже отвечено на вопрос, как, отвечено на вопрос, чем, и отвечено на вопрос, зачем, и все это ушло на подсознание, ушло на, как сказать, на подкорку, ты уже не думаешь об этом. Тогда уже можно приспособиться, пристроиться под скорость гостя. И делать все вот это вот предыдущее, все вот эти три вопроса, отвечая, но на скорости твоего гостя. И он тогда у тебя выключается, и он открыт. И ты уже начинаешь шаманить просто сумасшедшей силой. Но, после этого, есть еще один. Интуитивное парение. То есть, если вот предыдущий курс назывался резонансное парение, и мы его просто между собой называем пьяным мастером, потому что человек, который работает в резонансном парении, он вот такой. Он вот такой. И он, понятно, что реально пьяный мастер. Он стоит такой. Посмотрите, как работает Олег Карабат. Всегда пьяный мастер. Он по-другому не умеет. У него все мягкое, все вот такое. Да, он там с ногой обнимается. Юрий Николаевич, когда перестает думать о том, какая программа, он тут же становится пьяным мастером. Он тут же уходит в скорость с гостем. Он сразу ныряет туда. Даже там, не знаю, знает он об этом, не знает он об этом, но он делает это. Потому что это удобнее. Если вы возьмете там любой бубен или любой музыкальный инструмент и будете, ну хоть гитару возьмите и просто дергайте одну и ту же струну рядом с гостем. Вы ее, ну пианино там, нажимаете кнопку рядом с гостем. Чтобы гостю было хорошо и вам было удобно нажимать на клавишу. Лучше бубен. Так вот вы в какой-то момент вы уйдете на скорость гостя. В резонанс с ним войдете. Поставьте три маятника. Простые маятники. Метрономы. Три метронома. И запустите каждый в своей скорости. Вот каждый в своей скорости. Через 30 секунд они все трое будут стучать одно и то же. Они все выровняются. Вдвоем нет. Вдвоем они так продолжают с рассинхронным работой. Втроем они все синхронизируются. Поставьте 30. Все 30 будут стучать одну и ту же скорость. Они все выходят на резонанс и на одну и ту же скорость. Все эти маятники. буквально за несколько секунд они быстро перестраиваются и все начинают стучать друг друга. Есть один ведущий и он тащит всех остальных за собой. И они все втекают в него. Все. Это вот физика. И что против Божьей воли переть? Физика в конце концов придумана не физиками, а тем, кто физиков создал. Так вот получается, что если вы делаете какие-то повторяющиеся равномерные движения, а у нас все движения повторяющиеся и все синхронные, ну в смысле как, они все в одной и той же скорости идут, мы все время играем в этот метроном. Если у нас есть второй метроном, вот там под нами лежащий, то будет намного выгоднее, если мы зайдем в его скорость. Поставьте рядом с собой третьего пармастера и он сразу начнет стучать ровно вашу скорость. Вот какую вы зададите, он тут же встроится в вас. Он тут же начнет с вашей скоростью стучать. И это суть резонансное парение пьяной мастеры. И тогда человек, получая свои чаяния, получая свою скорость, раскрывается, выключается, спит, летает где-то, после этого выходит, говорит, заново родился. Потому что только что он слетал куда-то к проотцам. То бишь, чуть-чуть помер. слегка помер. Ну, чтобы заново родиться, надо сначала померить. Вот он туда куда-то сходил, потом вернулся, все нормально, у него теперь все хорошо. Его врубает прямо сразу. И вот если у тебя уже есть резонансное парение, если ты уже интуитивно, сходу залетаешь на нужную скорость, уже не считаешь скорость гостя, не включаешь себе метроном, который тебя заставляет держаться в одной и той же скорости, и так далее. То, что мы поначалу делаем на резонансном парении, а уже вот ты весь там. То есть, ты только начинаешь и сразу чик, и все. И ты с другой скоростью уже не умеешь. То есть, и ты считывать начинаешь очень многие вещи. Например, ну и после этого тебя можно уже вести на интуитивное парение. Что такое интуитивное парение? Это люди заходят на неделю, и неделю. Ну там, первый день вводный. Здравствуйте, знакомьтесь с пространством, пытайтесь закрыть глаза и ходить по этому пространству с закрытыми глазами. Чтобы в любой момент открыть, посмотреть, где я, что я, куда я зашел. Мы знакомимся с пространством, изучаем его. Туалет, ванну, кухню, комнату свою, номер там, место, где будем заниматься и так далее. Все. На следующий день у нас идет обряд завязывания глаз. Мы завязываем глаза и до конца недели мы дальше не развязываем глаза ни при каких условиях. Каждый вечер мы парим и паримся. Парим так же, как парили вы вчера друг друга. То есть попарил, лег под следующего, попарил, лег под следующего. Каждый день происходит вот парение все это с завязанными глазами. И тот, кто парит с завязанными глазами, и тот, кто парится с завязанными глазами. Где-то день на третий происходят чудеса. то есть когда мы встаем спортзале и раздается команда возьми мяч и брось в корзину человек с завязанными глазами находит мяч и бросает в корзину не все попадают но некоторые даже попадает в корзину когда мы стоим в круге и ведущий просит так лёша выводит его на середину покажи где коля тут вот так сразу коля здесь скажи что у коли болит он подходит пальцем вот здесь у него есть бой сходу это интуитивное парение и вот вот когда человек уже интуичит по полной программе это такое фиачи не начинается то есть он фиачит интуичит он уже не тратит времени на всякие глупости он уже не тратит время на программу него нет программы все про программы мы уже забыли он начинает делать то что нужно конкретно этому человеку конкретно в этот день при конкретно такой-то луне при таком-то солнце в такой-то день его там лунного или солнечного календаря при такой-то его натальной карте да он интуитивно он не может этого объяснить но он делает ровно то что этому человеку нужно и тогда этот человек однажды попавший под такого монстра во первых он не пойдет к другому но его проституция по пар мастерам закончилась он нашел своего влюбленного пар мастера влюбившего его в себя это во первых во вторых это человек который готов он понимает за что он платит и он готов платить и это ты уже начинаешь немножко так сдерживать клиента от излишней оплаты чтобы он тебе вернулся ты немножко его придерживая чтобы он лишнего не платил то есть просто я сейчас не беру чаевые просто отказываюсь я говорю ребят нет не надо я уже заложил в цену не на все это нормально вот все мы там уже все посчитали просто вы не понимаете чего вы сейчас творить вы сейчас мне дадите в два раза больше это полтора раза больше подарите мне какую-то сумму а мне же куда-то надеть а у меня все деньги уже расписаны у меня мечта расписано вот в эту сумму а вы меня сейчас обрекаете на то что я должен снова мечтать зараза таки мне придется придумывать куда деть больше чем я запланировал у меня же тоже такой же расчет у меня я знаю четко свою цену час почему потому что у меня сейчас идет стройка баня вот я с вами сейчас здесь разговариваю там у меня идет стройка баня то сейчас подготовительной работы сейчас мы сносим всю тренинговую площадку которая у нас была и на этом месте ставим уже с рубовую баню с большим с большой комната отдыха где можно и тренинги проводить и всякие такие мероприятия за стеклом вести и прочее 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 и сейчас вот она там идет и я знаю стоимость этой стройки я знаю цену своего часа если кто-то мне подкинет денег лишнего мне придется опять перестраивать все свое целеустроение вот теперь о самом главном ладно идем теперь самый главный секрет современности в какой-то момент вы выйдете на ту сумму которая вам необходимо ежечасно получать так то есть вы выйдете на цену сколько мы посчитали сколько стоит парение чистого парения на 40 вот вы вышли на то что парение ваши стоят 40 тысяч тенге это начальная цифра вот дешевле она стоит не может если вы парите дешевле значит где-то не доработать все очень просто начало просто не дотянулись до своей мечты не потому что на рынке у всех где же дешевле стоит или дороже стоит нет потому что ваша мечта стоит дороже вот и все я не потому дорого беру что все остальные берут также или дешевле или дороже я вообще не знаю кто почем работает не по барабану кто почем работает я знаю сколько мне надо и ничьи ничего больше другого я не знаю я ни разу не мониторил конкурентов не неинтересно зачем я не спорю с теми кто работает дешевле они так ценят свой труд вот и все это самое коронное правило так вот как только вы вышли на ценник 40 тысяч тенге если вы мечтаете о бане просто если вы не вышли на ценник 40 тысяч тенге значит вы мечтаете о новой авторучки ну тоже авто да то есть не но но авто холодильнике все на этом закончились ваши мечты но потому что вы работаете все еще за 20000 или за 10000 тенге значит вы мечтаете о чем-то очень маленьком у вас есть хороший аквариум и вам нужна новая рыбка в этом аквариуме все на этом ваши мечты закончились но какая бы с цифра не стояла вашего вот этого вот ваши мечты как только вы начинаете к ней хотя бы чуть-чуть приближаться то есть вы еще не получаете 40 тысяч тенге вы получаете 35000 тенге 38000 тенге вы смогли поднять ценник до этого уровня сразу делайте себе новое целеустроение думайте о том куда вы денете деньги в момент когда он заплатит 45000 тенге потому что ваш бизнес-план пока рассчитан только на 40 если вы не придумаете новую цель новую задачу то у вас не придет 45 вы так и будете до конца жизни работать за 40 а жизнь понимаете она совершенно по другой экспоненте идет то есть давайте мы посмотрим на график в этом в этом в этой оси координат мы завожили время в этой ваша успешность ваша успешность выражена в цене вашего заказа например и вот между вот этими двумя осями координат у вас строится ваш график если вы сегодня работаете на десяти тысячах тенге завтра вы будете работать на 40 тысячах тенге значит вы идете в рост правильно если вы сегодня работаете на 40 завтра на 40 послезавтра на 40 через год на 40 значит у вас наступил стабилизации ну смысле как у вас полная стабильность все классно но дело в том что это обман вот этот график нельзя рассматривать как вот такой дело в том что в это время весь мир идет в гору а ваши координаты остались на 40 а мир поднимался рядом с вами люди уже давным давно так не работают ценники на айфоны поднимаются каждый день ценники на ваши машины поднимаются каждый день ценники на на веники поднимаются каждый день и не только инфляция в этом виноваты просто мир растет мир пытается вырасти все больше 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 мир огромен а вы все такие же никакие в этом мире и для того чтобы вам занять свою нишу это я для тебя по зирку сейчас специально и для того чтобы вы заняли свою нишу стабильно у вас должно быть нестабильное положение а только положение роста если вы остановились своем положении роста вы начали падать стабильность это всегда падение и вы падаете то есть если ваше состояние отображается в каких-то цифрах то эти цифры должны быть всегда в росте если цифры из года в год из дня изо дня в день одни и те же значит вы падаете ну и теперь самый такой лакомый кусочек я его напоследок оставил как не остаться пар мастером на всю жизнь как сделать так чтобы вы не продолжали махать веником до конца своей жизни ну давайте перспективы развития пар мастера какие кем может стать пар мастер давай преподавателем мир вынесет еще десять преподавателей может быть но от силы 100 все там дальше строителем бани но знаешь это для тех у кого руки из правильного места выросли хотя если руки золотые неважно откуда они растут но тем не менее строитель не каждый ну девчонки строителями вряд ли станут проектировщик неплохо дальше открыть свою баню что это значит владелец бы владелец бани сдает в аренду зовет пар мастеров они у него работают он уже там чего-то делать правильно хорошо сам если другим дает хорошо еще вариант в мотиватор и но смысле вот как я сейчас стоять и всех мотивировать мотивировать я слышу только словом мат мать перемать всех мотивировать классно я но мне нравится мне нравится я я с радостью бы сейчас вот разговаривал на истинном русском языке только youtube не пропустит ладно давайте дальше какие еще варианты но это все эти это все коучеры всякие преподаватели и прочее бояринцева смысле эти инфо цыгане еще какие варианты торговля 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 еще производство консультации по строительству и прочее прочее но вычет все привязали к бане а вы чё так и думаете что вот на бане мир закончился или в мире есть еще какие-то профессии которые могут быть даже близко не привязаны к бане но вы их можете осваивать так вот теперь смотрите давайте вернемся к нашему расчету мы в какой-то момент считали сколько дней работает банщик сколько дней работает банщик месяц 15 дней а какую хрена он делает все остальные 15 дней месяц лежит и мрет или чем он там делает восстанавливается ага так подождите есть же это это очень когда это так как ты не умеешь так вот есть те самые 15 дней в которые вы и занимаетесь тем куда вы потом уйдете на покой то есть вы уйдете на пенсию в тот бизнес который вы создадите в эти 15 дней у вас есть целых 15 дней на то чтобы создать ровно столько же сколько вы тратите на баню но баню вы заложили как основной источник дохода соответственно она вас кормит она вам дает воплощение ваших мечтаний у вас куча времени и свободные деньги но как минимум свободное время в которой вы не обязаны зарабатывать вы уже можете это посвятить раскрутки следующего своего я не уходите в баню с головой вот в чем проблема потому что сломанный мизинчик вышибет вас из колеи на два месяца должен быть второй запасной вариант а лучше 3 а еще лучше 4 почему 4 до чтобы что-то не так но почему не два потому что понимаешь а это было в известном мультике когда человек идет на двух ногах он раз два раз два раз два он быстро прибегает к цели а на 4 раз два три 4 раз два три четыре так вот вся природа ходит на 4 это только вот этот балбес он ходит на 2 а вся природа стоит на четырех ногах если одну ногу подсекает он стоит на 3 спокойно абсолютно на трех точках опоры когда я иду в горах под скалом по обледенелым скалом там прямо требования идешь на трех опорах всегда три опоры если ты представляешь ногу или руку три точки опоры у тебя должно быть вы идете по очень скользкому льду вы идете по очень крутым горам вы идете по жизни вам у вас должно быть три точки опоры всегда четвертое в это время переставляется с места на место 4 может стагнировать или вы там проходите обучение вы чему-то готовить но четыре точки опоры это необходимость это жизненно необходимость нельзя складывать все яйца в одну что корзину а о чем это и так нам нужно 4 штанины и соответственно мы с вами приходим к выводу что у вас на самом деле слишком мало свободных дней вы слишком много отдали бане 15 дней месяц это слишком много отдать бане через чур перебор сколько нужно отдать бане я бы отдал 10 не больше и работал быть сутки через двое любимая песня моя у ник никому не известная у виктора цоя одна из ранних когда он работал кочегаром он что там такое спел типа там я работаю кочегаром самая классная на свете работа и припев у него был сутки через трое сутки через трое сутки через трое вот это самая лучшая работа банщика сутки через трое вот тогда вообще идеально вы сутки работаете трое суток вы занимаетесь тремя другими бизнесом вот вам 4 бизнеса ну так и поспать один из бизнесов это как правильно поспать на этом можно целую бизнес школу построить да ты можешь преподавать мужик комара продавал на базаре банке комар написано полноценный заменитель мужчины продается только женщина говорит прям полноценный до полноценный ну давайте куплю ну давайте только я для обкатки я поприсутствую сначала раздевать ложить выпускает комара комара комар там сел куда-то да сколько же можно все последний раз показываю и так это твой бизнес последний раз показывает как надо спать так вот ребят как выйти на тот момент когда ты будешь работать сутки через трое три других дня заниматься другими бизнесами и и при этом процветать но я вышел у меня там не три наверно побольше свободных дней и под не 3 а побольше свободный бизнес и сейчас у меня эти все бизнесы из рук выхватывает мои моя семья то есть смотрите когда я понял что негде парить мне пришлось изобретать баню но парить было негде поэтому пришлось придумывать баню баню в которой у меня ноги обмороженные поэтому нужны были нужен был теплый пол теплый пол который вот здесь сделан мне не нравится я придумал свой теплый пол в результате появилась проект который называется теперь живая баня я же должен себя отрекламировать как-то сейчас это же вы все чувствуете что это не реклама даем что по делу рассказали да просто история так вот проект живая баня это раз и сейчас мы продаем проекты живых бань правда на то чтобы разработать проект живая баня продавать как готовый проект у меня ушло в ну сколько 18 лет то есть 2006 года я этим занимался сейчас 23 год соответственно вот столько лет у меня ушло от задумки до реализации уже проекта когда мы построили несколько живых бань после этого я уже могу ну так спокойно продавать проект этой бани но в этой бане оказалось что нет печки ну просто никто не хотел делать печку по моему заказу так как не это нужно мне пришлось осваивать скетча посваивать какие-то архи к от автокад и так далее и рисовать уже проект бани проект печки потом его надо было реализовать много раз исправить все ошибки и до сих пор ошибки еще вылезают но проекты работают печки работают в результате появились печи для живой бани и оказалось что баня ничем не отличается от дома просто убери оттуда мокрую точку и все и получается в принципе тот же самый живой дом и появился живой дом появились печи для живого дома сколько она считал уже тем 4 печи для живой бани печи для живого дома живой дом целиком живая баня целиком 4 бизнеса каждый из которых в принципе может ну так меня прокормить дальше преподавание строительство живой бани преподавание строительства живого дома дальше преподавание банному паре банного парения то есть то то чем почему вы сюда и пришли да то чем часто приходится заниматься а потом оказалось в момент пандемии что у меня целый ну полгода были абсолютно свободно я на пандемию как готов был молиться потому что у меня появилось полгода без гостей я полгода никого не принимал я за полгода перекопал все свои знания по разным темам и создал курс по строительству живой бани курс по строительству живого дома онлайн курс и курс по банному парению за это время и все и пошли уже онлайн продажи и это отдельный бизнес и это уже наверное там седьмой или восьмой которые вам перечисляли это не считая производства всех банной утвари это не не считая того что мы сейчас уже запустили продажу веников и торгуем вениками сами и и не считая того что у меня дочка параллельно абсолютно я об этом ничего не знал первые пять лет она занималась косметикой когда она вышла уже на какие-то результаты она мне рассказала о том что она еще и косметика такой и сейчас она работает производит косметику для живой бани и там конкретно там шампуни для живой бани и мы им так и они класс то есть и это далеко не все параллельно я как-то изучил youtube это тоже может стать отдельным бизнесом я параллельно как-то освоил тик ток только что на нем стук на 800 тысяч подписчиков то есть скоро там попал поползем к миллиону некоторые видео там по 12 миллионов просмотров имеют и больше и это тоже отдельные там конечно такой достаточно интересный бизнес но это тоже бизнес это тоже узнавание это тоже и они все работают связки они могут работать и как отдельно каждый сам себе и могут взаимодействовать а потом начались консультации баба парных пространств консультации по строительству бани это пошли там поездки туда поездки сюда просто сделайте мне баню все такое или научите меня или попарьте меня и это все параллельно с тем что я в это время еще и парил и в это время я не бросал парить но паре я крайне редко и из-за того что я парю крайне редко из-за этого ценник я могу загибать любой потому что сейчас если вы позвоните и заперли попробуйте записаться ко мне на парение вас пошлют на октябрь попыталась второй год пытаешься пробиться потому что ну просто и извини ему приходится добиваться качества да потому что вышел на тот уровень где ты там какой-то лучший там в чем-то или хотя бы претендуешь на роль лучшего до или там хотя бы просто о себе говоришь типа ну я в этом понимаю а значит над соответственно и это хочешь не хочешь повышает твою квалификацию и так давайте я вам расскажу про варианты вашего бизнеса прям вот конкретно в те три дня по когда вы не парить а точнее я остановлюсь только на одном все остальные я вам уже перечислил рассказал конкурент в себе платить не хочу зачем на одном смотрите во первых ваша мечта на сегодняшний день нереализуемо по многим причинам ну во первых 15 раз в месяц нужно парить по четыре человека а если в какой-то день придет только двое а если придет только один а вы возьмете столько же денег вы на две трети отстаете от плана уже и вы получается получили свою баню не через три года только через четыре года а то и через пять лет и так далее и это все будет оттягиваться оттягиваться либо пахать придется каждый а значит вы через три года ляжете вместо этой бани в эту же землю то есть вы купили себе место для могилы есть другие возможности но давайте мы просто попробуем чуть-чуть пересмотреть горизонт планирования мы просто не будем смотреть на ту баню которая к вам придет через три года а мы возьмем баню которая придет к вам через месяц которую вы возьмете через месяц и это баня стоит здесь в этом помещении и это баня стоит пар студия и стоит она не те сколько-то там миллионов тенге да сколько она получилась 6 со всеми прямо при бомба цами с лучшей печкой я сейчас никого не рекламирую до сангенс то есть с правилом с местом ну вот со всеми вот там тазиками тапочками тряпочками совсем полностью 6 миллион 6 миллионов и вы зашли собственную баню и вы уже парите но не более 10 дней в месяц вы приглашаете к себе еще несколько пар мастеров давайте посчитаем сколько необходимо пар мастеров для одной пар студии до юр доказал что три пар мастера работающих в одной смене это идеальная ну картинка это идеальная картинка но все эти три пар мастера работают каждый день да нафиг над мы же помним что у нас должно быть два дня как минимум на развитие другого бизнеса это значит что вам надо два свободных дня на всю бригаду а значит вам нужно вместо троих человек 99 человек три дня выходит одна смена три дня один день выходит одна одна тройка другой день выходит другая тройка третий день выходит третья тройка между собой там передоговорились где-то чего-то построили хитрые графики и работает 9 человек в 1 пар студии и еще три человека держим на всякий случай на коротком поводке что для этого необходимо для того чтобы пар студия работала на 9 пар мастерах а список был как минимум 12 необходимо их учить их надо учить их надо создать этих пар мастеров как их создать ну понятно привлекаем но надо учить и учить прямо здесь же в этой же пар студии и учить за счет самих учащихся а это значит в то время когда пар студия не занята парениями когда в ней никто не парится а таких временных отрезков достаточно много в это время там сдают зачеты ученики которые вот в этом зале например вот такими вот не пылящими тапочками стояли стучали вениками по массажным столом да и если нет преподавателя то есть записанный видеокурс вы можете найти тысячу вариантов как обучить этих людей каким образом дать им нужные необходимые знания но вы обязаны учить если у вас банный комплекс а пар студия это уже банный комплекс и пар студия должна работать грубо говоря в круглосуточном режиме круглогодично без выходных без проходных она должна работать все время и тогда у нее окупаемость месяц полтора-два просто нужно поставить ее в нужное место так как сделал юрий николаевич сделать классную локацию где тысячи человек в день проходит и где они уже раздеты где есть души где есть туалеты где есть раздевалки где все уже готово и 1 пар студии недостаточно надо ставить 2 3 потому что бизнес начинается с трех единиц кассовых источников то есть трех единиц дохода начинается бизнес до этого это все трудоустройство точнее не так одна единица это трудоустройство я работаю здесь сам отвалите от меня все я сама заняты я сам себя занял ну максимум не еще жена дрова подносит сын гостей уносит все сама заняты на всю семью все больше ничего не надо как только появится две точки вы себе создали очень большой геморрой потому что в одной будете парить сами во вторую кого-то пустите и следите вам некогда а если будет следить за обеими точками то следить не на что потому что две точки не приносит только дохода чтобы вы могли избавиться от веников руках и просто следить за тем что там происходит соответственно доходность начинается с трех точек а если вы поставили пять точек то у вас все шикарно вы просто шиковать потому что расходы по уборке расходы по обслуживанию расходы по аренде и так далее так далее так далее они минусуются сразу как только вы делаете все в комплексе даже те же закупы веников или закупы каких-то там тряпочек которые вам нужны и прочее это все минусуются очень сильно от одной точки до пяти там все на оптовом на оптовой закупки очень сильно экономится и вы получаете достаточно хороший бизнес на трех или пяти точках где работает а мы уже посчитали на каждую пар студию надо 9 человек ну-ка умножаем на 3 27 человек эти 27 человек вам надо воспитать а значит вам неизбежно придется заниматься обучением либо приглашает постоянно бояринцева либо отдавать всех юрь николаевичу либо рождать своего преподавателя почему я сейчас себе подрубая бизнес да вот я сейчас как преподаватель банного мастерства вас блатую на то чтобы вы начали преподавать мне в пику да или николаевича в пику но потому что в банном бизнесе сейчас пустая ниша полностью пустая и когда она заполнится нас юрий николаевича на этом свете не будет уже даже в памяти вот к тому времени она заполнится сейчас пока посмотри сходи посмотреть кто идет здесь просто мимо проходили сейчас пока на ближайшие 100 лет банный бизнес будет пустой еще бы вы мне делали вы все будете делать ноура все это будет заходить на ура до это все будет новинка это все будет очень вкусно это все будет очень классно чего бы вы не делали, что бы вы на нем не преподавали, как бы вы на нем не парили, как бы вы не поворачивали вениками, что бы вы там не делали, это все будет на ура. И конкуренцию нам вы не составите в ближайшие 30 лет. А через 30 лет либо Ишак умрет, либо Падишак уйдет. Поэтому можно, в общем-то, спокойно вам отдавать бразды правления потихонечку. Вы не сможете нам составить конкуренцию сейчас. Ни мне, ни Юрию Николаевичу, никому-либо другому. Потому что пока вы разобьетесь, пока вы добьетесь, мы к этому времени уже устанем и уйдем сами. Но это не главное. Главное в другом. Мне неинтересно этим заниматься до конца жизни. Я не собираюсь преподавать банное мастерство до конца жизни. Поэтому мне нужны преподаватели, которые меня заменят. Мне нужны фанатики, которые меня придут и заменят. И где та молодая шпана, которая сотрет нас с лица земли? И вот она должна появиться. И каждую вот такую лекцию я опять себе создаю конкурентов, но тем самым создаю себе замену. Потому что у меня другие цели. Мне нет интереса заработать все деньги мира. Все деньги мира, это значит, что я должен все свое жизненное, как бы это, всю свою радость жизненную отдать этим деньгам. Мне это неинтересно. Мне хватает денег. У меня есть другая жизненная радость. В каждом доме по одному банщику. Я хочу, чтобы однажды мои, может быть, праправнуки жили в мире, в котором бань гораздо больше, чем аптек. В котором люди пойдут, чтобы профилактически, чтобы не заболеть. Никогда уже заболел, пошел в баню. Нет. профилактически, для того, чтобы не заболеть, люди пойдут не в аптеку за витаминками или каким-то плацебо, а пойдут в баню. Или когда они не пойдут к педиатру, для того, чтобы обследовать свое здоровье, а пойдут к банщику. И когда они перестанут верить сказкам о том, что им может помочь, не знаю, там, гадание по фотографии, а будут приходить на душевную беседу к банщикам, для того, чтобы поправить свою душу. И будут приходить и в банном пространстве исцелять душу, не только тело. И это мир, это всегда так и было, хочется вернуть, вот и все. Это мир, в котором люди живут по немножко другим законам. И это здоровый мир. Это мир, в котором в баню не берут с собой алкоголь. Мир, в котором не очень-то понятно, зачем тащить с собой еще и женщин легкого поведения. Как бы, ну а что, при ней не поговорить? Все. Нужен публичный дом, давайте отдерем его от бани, в конце концов. Отмоем баню от этого. То есть, ну, отведем одно от другого в разные стороны. И так далее. И это чистый бизнес. Если раньше, я это вчера уже говорил кому-то, если раньше массажисты, вдруг поняв, что размороженное мясо легче мять, все рванули в баню, учиться банному делу, там, и так далее. То есть, сейчас произошло следующий этап. Люди поняли, что деньги отмывать легче в бане. И те люди, у которых есть сейчас какие-то свободные ресурсы, они ищут тех, кто им построит бани. А кто им построит бани, как не вы? А кто им проконсультирует строительство бани, как не вы, банщики, которые знают, какой высоты должен быть пол, какой он ширины, как его сделать, как сделать так, чтобы не загнило, который прошел уже все это, который знает эргономику внутри парного пространства, который может из этого сделать какое-то разумное пространство, удобное для него. То есть, кто, кроме вас, этим займется? Некому. Строители, которые строят бани, они в баню ни разу не ходили. Они не могут построить баню, потому что они не знают, что это такое. Они будут строить сауны, они будут строить теплые рестораны, они будут строить публичные дома под прикрытием бани, под названием бани. Но это все будет баня, у которой буква Е вначале просто отвалилась случайно на вывеске. А так-то, в общем-то, прибить ее обратно, и все будет четко. И все будет объясним. А сейчас это ничей клад, это ваша работа. Это не работа строителей. Это не работа архитекторов и проектировщиков, потому что они ни разу не были в бане, они не знают, что там надо. Вы должны стоять у них за спиной, и вы должны им пальцем тыкать в экран и говорить, вот это перенеси сюда, вот это понись, это повысь, это перерисуй, здесь отделочный материал надо поменять, здесь утеплитель надо другой, здесь материалы стен мы меняем, и так далее, и так далее. И надо добиться того, чтобы вас вызывали не тогда, когда корпус уже стоит, или когда мы баню построили, а вот теперь зайди и сделай здесь бизнес в этой бане, поставь мне бизнес, я уже построил такую офигенную баню, мне такие люди построили, они стадионы строят, а мне баню фигли там не построить, они вон, все строят, и все, и они мне построили офигенную баню, и теперь зайди и сделай здесь бизнес, извини как бы на треки для формулы 1 на запорожце не проедешься или на грузовике да тебе построили классный грузовик но не так трасса соответственно это разные весовые категории надо что-то менять вот еще один бизнес для вас и это то чем вы можете заниматься до конца времен а тогда уже вы будете заходить в баню просто для того чтобы запустить эту баню в день ее открытие вы заходите парите с кайфом без денег своего гостя потому что он уже заплатил много много миллионов за то что вы ему это все построили вы ему просто вот с кайфом еще и запускаете баню а после этого он говорит блин научи и ты начинаешь его учить и это те деньги которые никем сейчас не освоен но самое главное я уже произнес нет школы которая выпускает хороших людей нет института который дает диплом я хороший человек банщик не может быть не хорошим человек если он пар мастер он хороший человек потому что это бизнес который сам фильтрует людей человек который пришел туда за деньгами отваливается сразу в первую неделю он сразу прочухивать денег здесь нет и здесь не будет никогда для него никогда не будет потому что легкого заработка там не будет никогда должен быть человек который не влюблен а если он влюблен в баню он влюблен своих гостей все он хороший человек научиться этому невозможно но быть и необходимо это где-то внутри это где-то в душе давайте на этом и завершим я поздравляю вас с тем что вы и есть тот самый хороший человек и можете эту надпись повесить себе на стену в виде диплома вы прошли школу бани а значит вы хороший человек вы выжили в бане и удержались в этом бизнесе это это показатель того что вы хороший человек не знаю я по фейне не будут ну что ж засим мы на сегодня закончили я поехал домой и дальше уже за вами выбор где вы будете учиться как вы будете построить строить свой бизнес как вы будете развивать свои дела будете вы это делать сами или вы будете это делать общиной какой-то или вы это будете маленькими группками это делать но делать это все равно будете я рассказал все варианты как это сделать легче вам карты в руки всем спасибо на этом мы закончили вопросы спасибо